Публичная лекция в городе, где она родился и жил. Я хочу запытаться про формат. Вы хотели задать питание на конец? Я попросила украсть дословно для ААО один экземпляр альбома Гродная, который лежит в водове в Беларуси, когда все граждане ждут на ААО, не дочекаются. Главной причиной, в которой грозинские держиморды не хотят дозволить продажу альбома, является сказ Алексея Карпюка. Как слушать все вулки и вулочки Гродно, то трималась дорога, аж на до Вильни. Почему до Вильни? На заход. Возьгла. Как написал дорога до Колымыти в Коми АССР. Было б, мабысь, все ладно. Этот фотоальбом, правда, довольно редкий. Его можно, конечно, снести в библиотеках, снести у разных людей. Але, саправды, я про его мало ведуць. Чаму так? Фотоальбом был передусім накераван на историческую спадшину. Ганна Пауловская, якая займалася под ликом объекта у разных путевозителях и фотоальбома Гродно, и она наличила там аж на восемь костелов и две церквы. В паравнании, скажем, с фотоальбомом 1975 года, там в уголе не было негодных костела, и была только одна колоссальная церква. Ось, гэтый фотоальбом выкликау певную незадоволенность мясовых органов улады, яке просто не пускали до продажи гэтый фотоальбом, па што піша Лариса Йенюш, и она звертая увагу мінавіта на тое, яке цяжкасці меу Карпюк усудвись з гэтым фотоальбомом. Жаль ми вельми сябра Карпюка працаваць такі альбом 17 тысяч экземпляров, і ўсё гэты знішчыць. Карпюк жа камуністары падкаваны, а калі начайству не спадаваўся да лаічны з мест абразков. Ну, ў мене, я думу, интерпратацца така, што, получай, за все, не спадабаўся ідеологічны з мест с таго поваду, што все ж таки та релігійна спадчана, яка бала паказана, і она ў шайсяты гады інтэсіўна зюеваявана. Нарозны споса, правда? Тому што мы памятам ўизгатую хвалю атеизаціў ў гэты пирыя, якая закарнула, канешні, і ранні ўпроху Брэжніва таксама, і я думу, што ў судзі з гэты, таксама дала праблэма з гэтым альбому. Я тут выкарасовываю пердусім розную терміналогію з новой культурной істориў, гэта ў приватнасці Пітер Бэрк, тут, мінавіта, для мене важны, восьмома, гэта візуальныя нарацыі, і навіта тут паказана історія прас нейку яву, яку ўрозны іллюзі можуць інтерпортаваць самым розным чыном. Я думу, што ідеологічным работнікам такая колькаць релігійных аб'єктав, ціх історичных аб'єктав, не вельмі спадабалася. Там, до речі, булі не толькі кастролы і церкви, таксама була, напрот, литератська кірха, яка на той момент, як мы всек добра памятам, була просто абрезанная, абсолютно наглядала непривавна, я таксама трапила ў гэтых альбом. І уперадзі ў нас светлае будучыня, правда? Уже не купалы церква, яку мінулая часы, завершаюцца тут сёння. Уснявшы да в облако тэлевзійну вежу, горад расовые качыну с краяны, прамярая дзіння волата, шматгаліновага індустріальнага центра. Ось такі ідэйны пасыла, ми знаходзім ў гэтым альбом. Важна таксама той, што была паказана нова архітектура, хто може памяты, так выглядав шматповерховік насупраць сучасына чолуночна вакзала, ледьмі характеристычны балконы болі, і визначаецца, што вось мінавіта архітектар, гэта лёзі, які практузь будучыню, тут зверніця ка ласку вау, што і жанчына архітекта. Тось гэтым альбоме вельмі, вельмі много жаночык по статей. Гэта работніцы, гэта, значыцца, архітектаркі, гэта керолць аутобусам, гэтакдалей, гэтакдалей, гэтакдалей. Жанчына выступая тут, мінавіта як, ну може сказаць, пакашык модернаці, пакашык сучаснаці і адкрытості на нєштамове. Так ж, на зіліна, і древані, і яна пакасана, што гэта горат, підатна до життя, гэта кі корыстна для жіхару, што тут шмат зіляніны, што тут шмат добра дбаючь про значыцца, клоічна статк гэтага гэта гэта гэта, і мені здаецца, так само, вірмі такі, паказальна, і можна сказаць, ну навіть такі, эпифилии, это такие знамык эпитафия по тому, по той зеленой спадшине, которую мы фактически старательны противоположные прикладные 10-ти годы. И я хотел бы скончить, конечно, вершам Город мой да сонится моя Як же не спевать, тогда скажи Светишь ты краине, как моя На ее заходим рубежи И это сучасный абсолютно знамок с замковой улицы И эти так само можно уже навыцепер, интерпретовать в неком культурологичном, самоисторичном сенсе.